Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку. Четвертая сессия, великий шейх Каракаюнлу. Дон должен умереть, по крайней мере Тимур очень сильно этого хочет, посмотрим получится ли. Османы и Эфиопия нападают на моих союзников Мивар и Дели, и им удается отжать ключевую крепость Калат. Эфиопия и Тимурит подходят ко мне и говорят, если ты нам будешь мешать кушать Индию, то мы сейчас придем втроем, османы Эфиопия и Тимурит, и сломаем тебе лицо. И по сути заставляют меня принять Белый Мир, Тимурит нападает, и я принимаю Белый Мир. Для чего это нужно было? Чтобы быстрее сбить перемирие с Индией и напасть на них раньше. В общем мы договорились, что я не воюю на территории Османской империи, а они не будут заходить на мои земли. Но договорились мы только с Эфиопом и Османом, а с Тимуритом никаких обязательств я на себя брать не стал. И да, как вы правильно заметили, Тимуриды снова меняют сторону. Сначала они воевали на стороне Османов, потом на стороне Индусов, и теперь снова на стороне Османской империи и Эфиопии. Однако Тимура заставляют вернуть побережье Ормуза. И что-то мне подсказывает, что его новые старые союзники не особо ему доверяют. На прошлой сессии с Эфиопом, бывшим мамлюком, мы договаривались, что я дам проход армии ему и Осману, и они убьют предателя Тимура. Однако Тимурит снова всех переиграл, и парни передумали его убивать, а вось еще пригодится. Я хотел после этого добить своего соперника Тимурида, но как вы видите, мой хитрожопый план не сработал. Мивар объявляет войну Тимуриду, и я сразу же иду на штурм приграничной крепости. Сражение за Кум, это священный город-мусульман. Конечно, я подозревал, что Тимуриды будут поджидать меня здесь, и да, сейчас они немного сильнее. Казалось бы, до его столицы совсем немного, но этот путь будет пройти очень даже непросто. И Тимуридская армия останавливает наши передовые полки. Империя Тимуридов идет в контрнаступление и пытается захватить нашу горную крепость, однако мы им даем отчаянный бой. Наши парни храбро сражаются за родные земли и отбрасывают неприятеля. Теперь уже мы наступаем, я решил не лезть в город Кум, а дать сражение в соседней провинции. И это приносит свои определенные результаты. На этот раз мы побеждаем. Но затащить в битве и выиграть войну, это совсем разные вещи. Наши соперники слишком сильны. Осман захватывает Гуджарат, а Эфиопу достается часть Карамандела. Для нас война проиграна. А в Европе тем временем Бургундия нападает на Австрию. Бургундия войну выигрывает, но теперь ей уже приходится защищаться против Ганновера и Франции. У нас была племенная конфедерация, теперь мы теократическое государство, но наследник у нас такой бездарь. Японцу Имивару удается уговорить Россию вступить с нами в союз. Ему обещали Самарканд, а также часть китайских земель. Эфиопия нападает на моего союзника Мивар, я захожу в войну. Однако Тимурид отдельной войной влетает в Россию. А в эту войну меня уже не впускают, поскольку с Тимуридами я уже воюю. У самого же Тимура получается две войны. С индусами и Каркаюнлы, а также с Россией. На этот раз нам будет помогать Япония и Малая, и возможно мы продержимся намного дольше, а может быть затащим. Нам нужно выиграть хотя бы одну войну. Армия Тимуридов бежит, и я иду на штурм приграничной крепости. Тимурид собрал всю свою армию, 120 полков у стен своей столицы. Я так и не понял, это была глупость или он специально заманивал меня в ловушку. От такого соблазна я не смог удержаться и даю команду моим войскам двигаться вперед. Если эту битву затащим, то Тимура можно будет вывести из войны. Однако даже мои свежие подкрепления не смогли пробить оборону Тимуридской армии. Наши полки вынуждены отступить. Тимурид сдается и отдает русскому Самарканд. В чем была его задумка? Я так предполагаю, чтобы не воевать на два фронта с Россией и с Каракаюнлой, он сдается России и проносит меня. Однако судьба мира сейчас решается в Индии. Там Эфиопия и Османская империя пытаются пронести индусов. Им в этом деле помогает Сангай. Интересно, что они ему обещали. Однако и в Персии не менее жарко. Я заметил Тимуридский маневр. Часть их армии отступила на юг, чтобы осадить крепость в Басри. Мы воспользовались этим молниеносно и бросаем наши полки в атаку. Пусть наш фронт не считают второстепенным. Мы оттягиваем более 100 вражеских полков на себя. Иначе они сейчас были бы в Индии. Тимуридские солдаты дрогнули и бегут с поля боя. Как же радостно смотреть. Мои союзники успешно идут в контрнаступление, захватывают крепость Калад и отбивают столицу Мивара. Здесь мне удается, близ столицы Ардакана, поймать Тимуридскую армию на минус 2 в горах. Опять появляется возможность протащить Тимурида. Но кто его знает, возможно после этой битвы удастся захватить столицу. Но чтоб вы понимали мои возможности, я не могу поднять слишком много полков сразу. Экономика моя этого не выдержит. В этом сражении мне попросту не хватило солдат и подкреплений. И мы проигрываем, отступаем. Тимур яростно жаждет захватить нашу крепость. Если ему удастся это сделать, то Тибриз, наша столица, будет у него на расстоянии всего лишь в двух провинциях. Два шага. Мы понимаем критичность нашего положения и бросаем все новые и новые полки в контратаку. На стены, на защиту цитадели. Цена ошибки слишком высока и я этого себе не допускаю. Обратите внимание, Тимуриды уже давно завели все свои подкрепления, а у нас еще есть свежие силы. Также следует отметить, что армия Тимуридов обладает в раза полтора численным превосходством, но это им не помогло. Мы становимся на осаду Персидской крепости и Тимур наверняка подумал, здесь-то мы Дона наверняка пронесем. Возможно вы удивитесь, но Дон снова затащил. Меня же интересует, а где вся остальная Тимуридская армия? Неужели до сих пор отступает и не успела регрупнуться? Тимуриды проигрывают битву, но не отчаиваются и идут в контрнаступление. Они бросают свои полки в атаку за атакой в надежде опрокинуть соперника. В какой-то момент численное превосходство Тимуридской армии, выставленной на поле боя, превышает в два раза. А теперь представьте ярость Тимурида и его досаду. Он уже пишет в чат и высказывает свое недовольство нецензурными словами. Да как же так-то? Это обычная крепость, никакого преимущества никто здесь не получает. У него численное превосходство и он не может продавить какую-то мелкую каракаюнлу. Ярости Тимурида нет предела и битву он проигрывает. Почему так получилось? Напишите свое мнение в комментариях под видео. Будет очень интересно почитать. Ну вот давайте глянем 47 монет дохода всего лишь. Я зажат между супердержавами. Эфиоп, бывший мамлюк, Османская империя, Тимуриды, а еще Россия. Мне некуда расти и развиваться. Я поднимаю 93 полка при лимите 60. А теперь самое интересное, Тимуриды поднимает 172 полка при лимите 74. В любом случае у него солдат в 2 раза больше. Но пробить пока что он меня не может. Справедливости ради полков 50 наверное он поднял в самый последний момент. Когда уже проиграл битву здесь в Персии и психанул немножко. Но война еще не закончена и возможно уж с этими силами ему удастся протащить. Доход 50 монет и минус 143 монеты отрицательный баланс. Меняет союзников как перчатки. Сейчас Османы, Эфиопия, Сангай. Самые интересные битвы происходят в Индии. Я их контролить и мониторить не могу. Поскольку у самого сейчас жарко. Мивар 76 монет дохода. Лимит армии 115. Его столица в очередной раз падает. Калат отбивают мусульмане. Дели к сожалению банкротнулся уже в который раз за эту компанию. Армии у него нет. Индия все еще держится и сопротивляется. В том числе благодаря Японии. У японца 262 монеты дохода. Лимит армии 310. Союзники Каракаюнлу, Дели, Мивар, Малайя. Малайя тоже участвует в этой войне и она помогает. Уж и не знаю кто выиграет эту войну, но Эфиоп Караманделл скорее всего потеряет. У Малайи 157 монет дохода. Кейптаун он забирает. Мадагаскар эфиопский. Эфиопия 225 монет дохода. Лимит армии 221. Эфиоп самый сильный в стане моих соперников. Османская империя 224 монет дохода. Лимит армии 191. Конечно нам было бы радостно, если бы Сангай напал бы на Эфиопию, но этого не случилось. Вместо этого он воюет в Индии. Ну да ладно. Доход 142 монеты. Лимит армии 190. В принципе не так много войск он привел, но где-то 60-70 полков. Россия из узбеков. Нам повезло, что она воевала на нашей стороне. 136 монет дохода. Лимит армии 290. Союзы Польша. Каракаюнла. Мивар. Вот еще Яркент. Его вассал. Какие-то земли ему были обещаны в Китае. Бургундии наверное разумнее было бы засоюзиться с Австрией. Тогда шансов выжить было бы побольше. Но вместо этого он почему-то напал на нее. Доход 112 монет. Лимит армии 137. Австрия защищается от поляка. Союзников у него не осталось. Доход 63 монеты. Баланс минус 132. Лимит армии 138. 179 полков он поднимает. Но плюс-минус по силе они равны. Но поляк пока что побеждает. 173 монеты дохода. Лимит армии 147. Доход у него получше. Баланс положительный. И если ничего существенного не произойдет, то Польша выиграет войну. Ганновер из Дании. 67 монет дохода. Лимит армии 77. Союз с Францией. Француза стопать уже поздно. 244 монеты дохода. Лимит армии 245. Союз с Польшей. Ганновер. Сангай. Союз с Миланом разорвался. Возможно будут пилить итальянца. Милан остался совсем без союзников. 149 монет дохода. Лимит армии 124. Видя политический расклад, на Польше сидит Сархан. Сильный игрок. Также Франция в союзе с ним. И Османская империя. Парни, которые находятся в центре. А также Ганновер. Не смогли договориться. И прийти к какому-то соглашению. Как мне кажется. Им нужно было образовать какой-нибудь один единый блок. Тогда были бы все шансы выжить. Умрет сначала Австрия. Потом Бургундия. Затем Милан. Либо парни одумаются. И что-то предпримут. Ну а как оно окажется. На самом деле покажет только время. Ставьте лайки, если видео понравилось. Всем спасибо за внимание. Всем пока.